Музыка во льду называется эта картина о Первой мировой войне. К столетию Первой мировой войны. Что не смей надеяться, но я просыпаюсь каждое утро только от одной радостной мысли о вас. Держилась! Война, кузина! Государь император обнили войну Германии! И так-то советую вам здесь. Здесь дороже, но, по крайней мере, мешали все оплачивать, да и получше. Народай, Вера Александровна. Все эти долгие три года в походе, в окопах. Я живу только в войне. Только мыслями о нас надежды нашей встречи. Война, это как ржавчина. Разъедает, разрушает все человеческое будущее. Государь император предписывал отречение истонами. Пропала Россия. Наконец-то началось. Дальше я задаю вопрос, кто же будет моим партнером, потому что вся история глаза в глаза, рука об руку, и это очень важно, кто же будет рядом. Юрий Борисович опускает глаза и говорит, сейчас я тебя удивлю. Меня действительно удивил, потому что я снимаюсь с известным эстрадным артистом. И невероятно благодарна Юрию Борисовичу за этот подарок. То есть я не ошибся, это Дина Билан, да? Я очень благодарен, Юрий, за этот выбор, потому что эстрадный певец, пусть уникальный, но все-таки вот эстрадный певец, и ожидания эти, они, ну, они естественны совершенно. А эти ожидания, вот этот момент разрушения, на него уходит столько энергии, это борьба со зрителем, чтобы принять Билана в качестве русского офицера Первой мировой войны, вот это не проигрывается, эта история? Я думаю, что с этим не будет большого количества проблем, потому что критерий один, тебя или увлекает эта история, или не увлекает. А что делать с 20 годами до? Я думаю, что это магия, это так же, как все думают, что я очень высокая, сильная и крупная. Да. Точно так же легко поверить вашу работу. Субтитры создавал DimaTorzok